и всем привет дорогие друзья с вами как здоровик и рад вас приветствовать на своем новом видео взял договор ручку человека напротив подписал ребята кто нажал на мой ролик несмотря на звание не смотря превью я вас обожаю вас люблю и для вас говорю что это 6 часть путь от бомжа до миллионера на первом сервера от мира в gta 5 и ребят в моей жизни точнее в жизни моего персонажа произошло очень много изменений как вы знаете из предыдущего ролика я вступил в гос и в принципе кто внимательно его смотрел понял и увидел что я стал адвокатом но перед тем как стать адвокатом я сначала купил корпорацию как я ее покупал я вам сейчас расскажу я покупал ее не один потому что у меня не было достаточно количество денег чтобы ее купить одному да и держать ее одному я не хотел и просто хотел вступить чью-то корпорацию и зарабатывать много много денег на том чтоб добывать на принципе еще не знал как устроена корпорация как раз таки хотел вступить в гос и пойти в корпорацию но тут мне звонят мои друзья я тебе ебальник набью я уже договорилась мои хорошие друзья один это мой личный друг мой личный другой личный почему не знакомый а другой это друг из предыдущей группировки в принципе мой зам еще раз повторю кто смотрел предыдущий ролик сейчас вспомнит это фараон я вам принципе его упоминал уже не в одном ролике это мой зам в группировке когда группировка была полностью на мне и сейчас мы с ним еще с одним другом втроем скинулись на корпорацию я вложил полтора миллиона первый друг никита вложил полмиллиона и миха мой предыдущий зам который теперь как бы кстати он теперь лидер корпорациям и замы ну принципе у нас всех равные права он вложил около двух миллионов и плюс еще как я вам рассказывал при продаже группировки там машины скидывались на всех подряд и 1 в класс мы потом продали а 2 выкупили у нашего бывшего лидера потому что группировка была его все автомобили были его это что два в класса числилась на мне это ничего не значило 1 в класс мы продали 2 в класс мы выкупили может немного конечно дороже ночной цены но это за то что мы деньги отдали не сразу а через неделю как только заработали с корпорацией про заработок про все остальное это будут отдельные ролики особенно про корпорацию я обещал человеку просто я это обещал где-то сразу там после нового года спустя несколько дней но я тогда был очень сильно занят и у меня не было возможности делать заработок про корпорацию я обязательно это все сделаю надеюсь он не обиделся то что я так затянул я ему обещал быстро ладно мы отошли от темы возвращаемся мы втроем скинулись так я уже сказал там да я полтора миллиона никита 500 тысяч и фараон 2 миллиона потом мы еще там купили в класс при этом еще у нас моя румпа была я ее тоже скинул и вот у нас уже есть две машинки в принципе и нам этого хватало мы начали добывали все сами ездили копали камни копали дерево вообще давайте вам расскажу как мы корпорацию купили потому что мы не покупали целую корпорацию потому что я сейчас фигушки купишь ну не знаю может конечно сильно постараться найти то можно купить но мы короче купили готовы знаете чтобы создать сообщество надо 1 миллион человек за 1 миллион со сообщества хотел взять корпорацию потом перехотел и продавал эту это сообщество за 500 тысяч то есть он в минусе было на 500 тысяч мы следовательно после покупки у него этого сообщества в плюсе на 500 тысяч если делать его с нуля потому что с нуля конечно тоже можно корпорация окупается это все да особенно если вы будете один то есть вам даже если вы не будете там с кем-то делить прибыль и вы сами все вложите то вы окупитесь довольно быстро но конечно там вам будет чуть-чуть посложнее и тем более команде с напарниками работать всегда лучше ладно это шоу темы мы купили сообщество за 500 тысяч ты смотри если если сейчас пойти создать это вова тебя до 2 раза дешевле потому что она не сралась душа под понял что говно но его бани чё берем то предлагаю приобрести 500 тысяч выкупились общество всем спасибо огромное создать корпорацию подожди завершить начальную линейку квестов 1 2 3 4 знаешь что застаза заправить канистр заправить канистр и скутер у меня сейчас такое задание и потом мы преобразовывали его в корпорацию но чтоб это сделать надо нет не пройти проверку бенни надо выполнить все начальные квесты а теперь ребят зайдите в игру и посмотрите выполнены ли у вас начальная линейка квестов я уверен на сто процентов что по-любому есть люди которые уже очень много играет в эту игру но у них не выполнена начальная линейка квестов а весь прикол в том что начальная линейка квестов довольно тупая там надо всякие эти начальные работы от представляете человек который допустим 40 лет штате у него там 10 миллионов он все время там катал бусики заработал на корпорации и тут он собрался силами собрался с эмоциями собрал команду и решает создать свою там группировку или корпорацию и тут ему говорят молодой человек пойдите поработайте механиком работайте рыболовом работайте доставщиком пиццы поработайте еще кем-то а в конце купите контейнер и вообще-то все было очень угарно как миха катался все это делал потому что у него было больше всего выполненных заданий и в принципе он на был свободнее всех мы там все были заняты это катался а потом еще и не мог купить контейнер потому что контейнеры спавнится в определенный момент времени плюс люди любят перебивать я помню там доходил до 150 тысяч мы такие приехали я такой вот да кстати это был тот момент миха в тот момент покупать контейнеры такой приезжаю два контейнера вот за 90 как купили а второй чел они получаются вторым стали возле трех контейнеров два чела купили контейнеры в том числе и миха 3 чел стояла fk я такой стой может купить может купить стрел ждал ждал потом когда уже надумал ну точнее точно думал думаю ну ладно сейчас куплю смотрю бежит чел думаю ладно пусть он забирает и тут начинается нереальная потасовка и в итоге контейнер забрали угадайте за сколько самый бомжатский бичманский его забрали за 160 или за 150 тысяч долларов но челу конечно повезло него выпала машина которую он продал за 100 за 140 тысяч принципе та машина которая выпадала у меня когда я открывал свой первый контейнер точно такая же то есть вот посчитать этому короче в минус ушел на тысяч на 20 долларов мы с этого горнули поехали и преобразовали в корпорацию после преобразования в корпорации на том что-то надалось мы поставили рез на свою хату кстати ребят благодаря новой обнове которая вышла пару дней назад теперь можно спокойно набирать людей себе в корпорацию которые будут добывать тебе ресурсы то есть раньше было без разницы люди у тебя в корпорации или они у тебя не в корпорации в любом случае ты должен был лично своими денежками брать их с корпорации проверять сколько человек положил на склад или сколько ты у человека покупаешь и давать ему деньги и кстати когда у тебя люди в корпорации с этим наоборот было сложнее потому что надо проверить а там тебя не кинули же потом два раза свои логи не скинул ну конечно там надо быть чтоб на это повестись но все равно когда там ты чем-то занятый человек портит дай 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 Я же для тебя сделал задание Ты такой, ладно, на, а тебя бац и надули Поэтому теперь в корпорации есть автовыплата Помимо этого в обнове там поменяли чуть-чуть интерфейс машин, домов Короче, сделали в принципе намного лучше, прикольнее Мне, я заценил, мне понравилось Но ладно, у нас сейчас разговор не про обнову И вот так, ребят, мы катались, добывали камни У нас было свое производство, все было чики-пуки И тут Никита в определенный момент такой Он, кстати, купил себе военный билет Я себе военный билет решил не покупать Хотел пойти в армию, и в армию, ребят, я обязательно пойду Я военный билет за донат покупать ни в коем случае не буду Армия контент, военный билет дорого, я бомж Вот, думаю, это все, эти все факты вы должны знать, да Так вот, мы решаем пойти в гос, пойти в мэрию по приколу Потому что когда Никита побежал устраиваться в БЦСД Ну, БКСД, короче, там, депотамент шерифа, все дела Чтобы быть мега супер крутым полицейским рпшером Ему сказали, что, извините, у вас нет опыта Ну, точнее, как Его спросили, есть ли у него опыт Он сказал, что у него опыта нету Ему сказали, идите в мэрию и наберитесь опыта Хотя можно было соврать и сказать, что опыт есть и все Но я считаю, что он не жалеет И, в принципе, благодаря ему я тоже пошел в гос Он пошел в мэрию, я пошел через 4-3-4 дня после него Ну и, короче, мы сначала были стажерами Сдали рп-задания, там сдали экзамены Стали секретарями Секретаря перевелись в адвокатуру Стали первыми адвокатами Ни хрена не могли делать Сдали ужасно тяжелые экзамены Я сдал их со второй попытки Но, в принципе, там люди адекватные Там, конечно, сейчас, кстати, сменился на первом сервере губернатор, ребят И, в принципе, немного, чуть-чуть поменялось Там поменялся как раз-таки наш, ну, лидер, наш глава То есть председатель коллеги адвокатов Он поменялся, но все равно там остались адекватные люди Там адекватные девушки, адекватные мужики Всех рекомендую, ребят, главное, не бойтесь И учите хорошо законы правил То есть у вас должно быть еще помимо учения Понимание, что это такое То есть не просто зазубривать, а понимать И использовать потом в адвокатуре И, ребят, мне, в принципе, в адвокатуре сейчас второй адвокат Адвокат второй степени И я просто делаю все, что обычный адвокат Во время задержания приезжаю и спасаю Если человек уже задержали, он там отсидел половину срока У него есть деньги У него незапрещенные статьи И я выпускаю его из КПЗ Вот, в принципе, все работы Но, ребят, кто-то скажет, это скучно Но я с вами не соглашусь, ребят Это реально угарно Особенно там, когда Особенно, когда ты приезжаешь по рации на вызов Там человека задержали Ты должен его отмазать Ты идешь в Дискорд, смотришь там Ну, это реально прикольно Когда ты, типа, понимаешь, что ты его Реально получилось отмазать Или понимаешь, что человек там какой-то, не знаю Он там выпендривается как-то По итогу там отчетливо видно Ты ему ничем не поможешь И ты этому абсолютно рад Потому что Человека реально надо посетить Потому что реально офигел Я вам советую переводчика, ребят Я вам реально Переводчик вам нужен Поверьте, переводчик нам не понадобится Ты уверен? Сейчас Руку человек стоящим напротив Очень часто Вот, ребят Я вам как адвокат Вот как адвокат Ну, все юристы всегда дают какую-то там помощь Наставление Вот так и я Я как адвокат скажу Если вы Как Не знаю Вас там за что-то сажат Если вас за что-то сажат Если вас за что-то садят И вы уверены, что вы ничего такого не нарушали Или Там, не знаю Это мелкое какое-то нарушение За которое не должны сажать Но вас по итогу привезли в КПЗ Обязательно Обязательно вызывайте адвоката Требуйте Требуйте адвоката Конечно, да Он может не приехать Но если он приедет И вот, ребята Это, конечно, уже не важно Самое главное Это не обзывать Никак не оскорблять Не угрожать Ничего Не сопротивляться По отношению к сотруднику государственных структур Который вас задерживает Будь это ФИП ЛСПД Я не знаю Может даже ЮССС Они там могут задерживать Или нет Хорошая адвокат, да Так вот Самое главное Не оскорблять Очень много дел Проигранных Из-за того, что люди Тупо не подчинялись Даже неподчинение Не всегда главная причина Неподчинение Можно опровергнуть Если причина этого неподчинения Ну, то есть Как бы неподчинение Это что? Тебе говорят Принеси яблоко А ты яблоко не приносишь Если нету причины Заставить тебе принести яблоко То неподчинение Автоматически аннулируется Самая большая проблема людей Это то, что Они начинают оскорблять Госсотрудников Это максимальная проблема И, то есть Получается, смотрите Вы зарабатываете Вам Ненастоящую какую-то статью Приписывают Хотя вы особо это не нарушили Или вообще не нарушили Первая статья Потом вы начинаете сопротивляться То есть Берем там максимально Плохую ситуацию Вы начинаете сопротивляться Вторая статья Вас везут в КПЗ Вы оскорбляете сотрудника Третья статья Которая Все Закрепляет автоматически Все три статьи Смотрите Не будь оскорбления Отменяется сразу две статьи Но это не точно Только вы кого-то оскорбили Сразу все три вам дается Все пропало И это скорее всего там Если у вас еще там Найдут какой-то нелегал Нарко Или еще какая-то фигня Это все, ребят Вы сразу там На три годика Это максимум три часа Вот садитесь в КПЗшник И вам ничего Никак не помогут адвокаты Потому что Ну вам никак не помогут Потому что оскорбление Все Это вот уже минимум Ребят Я хочу вам обратить внимание Не то что прям всегда Если ситуация Отчетно видно Отчетливо видно Что вы реально не нарушали То вас спасаете только за оскорбление Но прикол в том Что иногда ситуации Которые вот у меня была ситуация Я вам сейчас ее опишу Я не помню просто Сохранял я ее или нет Если сохранял То она у вас сейчас высветится Если не сохранял Вам просто ее сейчас опишу Смотрите Человек стоял Взял в руку сигарету В здании ЛСПД Там где штрафы оплачиваются Ставил И ему К нему подходит сотрудник Говорит Что уберите пожалуйста сигарету Человек говорит А как И сотрудник говорит Ну уберите сигарету Как Вы что как-то взяли Человек начинает Выходить из здания ЛСПД На улицу И пишет Что давай выйдем Потому что Ну чтобы ты не говорил Что я курю в общественных местах По сути все правильно Ну то есть Если соединять То что это игра То есть РП Плюс сами законы и правил Конституция И все такое То человек максимально правильно Все сделал Он не знает как убрать И уходит с общественного места Чтобы к нему не было претензий И понимаете И человек ему дает Первое предупреждение Дает второе Третье Вяжет его И все И человек начинает его оскорблять И получается по факту Сотрудник сделал все правильно Да он может задушил Он может чуть-чуть поступил Нечеловечно Но если бы вот тот человек Не оскорбил бы А молча сказал Хорошо Вызывайте адвоката Пойдемте в КПЗ Будем вызывать адвоката Я бы просто сказал сотруднику Ты понимаешь Что человек реально Случайно мог взять эту сигарету И он полностью Максимально Отлично все сделал То что начал выходить из здания Ну я бы реально задушил Того полицейского И сказал бы Давай выпускай Иначе я бы обратился в прокуратуру Вот вам хочу сказать Что адвокат Даже если не докажет Вашу невиновность Он не может Обязать сотрудника Который вас задержал Чтоб он вас выпустил Ну как это Это рекомендация Этому сотруднику Чтобы у этого сотрудника В дальнейшем Не было проблем с прокуратурой В которую По логике должен Подать адвокат Ну и если есть откат У человека Которого задержали Тоже может подать Все это дело В прокуратуру В принципе ребят Это все Следующие ролики Ждите максимально классные Максимально крутые Там будут Во-первых Заработки Классные Эффективные заработки О которых я вам расскажу Во-первых Он еще будет связан с группировкой Потому что я вам обещал Что я проверил И вам расскажу Группировочка у нас есть У нас есть корпорация У нас есть заработок С адвоката И плюс Сама работа адвоката Как это устроено Короче ребят Ждите контент Если вы новенький Обязательно подписывайтесь на канал Если вам был интересен этот ролик Не забывайте ставить лайки Я вам хочу сказать Сколько у меня сейчас баланс У меня баланс около 600 тысяч Но Но Смотрите в чем прикол Миллион пятьсот У меня лежит в корпорации Я его еще никак не забирал Миллион восемьсот Я должен Никите на покупку Нового автомобиля Понимаете Никита играет намного меньше меня И при этом У него автомобиль Просто круче Нормально Хорошо устроился Чел И при этом Он совладелец корпорации Он перевелся в министерство Здравоохранение Вообще неплохо человек устроился Ну типа Вот ему осталось Хату купить И он в два раза меньше Мне играет И при этом у него Все лучше меня Неплохо Неплохо Я считаю Неплохо Вот кстати Еще тоже по поводу Никиты Сделаю ролик Там классный Классная ситуация была Обязательно Ребята Вот как много Контента у меня в голове Самое главное Что вы подписыватели Подписывались Чтобы вы подписывались Ставили лайки Поддерживали меня И ребят Обязательно комментарии Я очень хочу Увидеть ваши комментарии Про баланс я вам сказал В принципе Все вам рассказал Ждите новый контент Для тех любимчиков Моих любимых Прелюбимых Кто досмотрел этот ролик до конца Ребят Ключевое слово УПК Большими буквами Ну можете маленькими буквами Написать И вас обязательно поймем Уголовно-процессуальный кодекс Расшифровывается Если что Это вот отсылочка к адвокату Но кто не любит адвокатов Кто в группировке И вообще ненавидит Государственные структуры Мажоры Ведь вы мажоры Вы вообще Вам на всех наплевать Вы с оружием Вы всех убьете Вы самые главные в штате Все Всех люблю Всем пока-пока